Девушки отдыхают А тема сегодняшней встречи – личный финансов. Тема табуированная, тема непростая, и поэтому, чтобы достойно ее обсудить, мы пригласили консультанта по личным финансам Татьяну Лырчикову. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Екатерина. Прежде чем мы начнем наш разговор про деньги, мне хочется спросить про вас. Как вы осознали вообще для себя эту тему, ее важность? Ну, нужно сказать о том, что я дочь военного, и мы жили в военном городке в городе Канске, который город на сегодняшний день даже не найден на картах. То есть это такой военный городок, и в жизни у меня всегда был некий дефицит финансов. То есть от слова экономить мы жили. Были разные ситуации в жизни, которые на сегодняшний день отрезвили меня и дали понимание, что ведение семейного бюджета – счет, да, деньги любят счет. Женщина должна этим искусством обладать, так же, как искусством ведения домашнего хозяйства. Вот. Ну, такая история моего становления с низов, так и скажем, да. Вот сейчас я рядом с вами, мне очень приятно. Спасибо, что пригласили. Я рада, что вам интересно, но хочется узнать вот сейчас у вас с деньгами, вот какой путь вы прошли, что изменилось от девочки из военного городка, а сейчас что это за девочка? На сегодняшний день я являюсь квалифицированным инвестором, у меня есть бизнес в городе Калининграде, я являюсь тьютором при Министерстве финансов Российской Федерации. Я больше пяти лет провожу семинары по финансовой грамотности среди взрослых и детей. Да, нифига себе рост такой серьезный. Я думаю, всегда в этой сфере есть куда расти, поэтому чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что мы не знаем. Да, точно. Вот казалось бы, деньги, все с ними сталкиваются, все с ними общаются, как-то тратят что-то и так далее, но а что такое деньги, как вот в песне Земфиры, а что такое деньги? Как вы отвечаете на этот вопрос? Если подходить к этому вопросу метафорически, да, то есть вот не конкретно, там деньги это... Без словарей. Да, да, да. То есть для меня деньги это все-таки энергия, либо как другими словами это аплодисменты мира, вселенной, как угодно, да. Но для меня это качество твоего взаимодействия с людьми. И непосредственно чем лучше, чем качественно ты взаимодействуешь, да, окружение поощряет тебя в виде денежных средств, в виде энергии определенной. Запутано, наверное, но... Нет, очень понятно, мне кажется. Я вот разделяю эту точку зрения, что даже есть красивая метафора, что вот счастье на кончике языка, что вот наше общение, то качество, как мы общаемся, что оно является источником всех благ, не только денег, не денег в том числе. Здорово. Но вообще эта тема такая, она овеяна многими мифами, легендами, какими-то присказками, бастями и так далее. Мне хочется вот с вами, как с практиком, разобрать какие-то вот эти вот идеи, которые витают в воздухе по поводу денег. И один из таких мифов, это вот я часто встречаю в книжках, что нужно полюбить деньги. Ну, скажу сразу, Екатерина, для меня эта фраза, так как я, наверное, больше не то чтобы скептик, да, но полюбить деньги, это по поводу того, что полюбить себя, полюбить окружение, полюбить там работу, на которой ты работаешь. Что такое полюбить деньги? В принципе, по большому счету, нужно полюбить то дело, которым ты занимаешься и нести пользу людям. И тогда ты будешь в любом своем продукте, в любом, на любой своей работе, когда ты ищешь положительный отклик, и даже не ищешь, да, а чувствуешь положительный отклик от людей, от того дела, которое ты делаешь, то, чем ты вообще занимаешься по жизни, то тогда, безусловно, тебя награждают обратной энергией и энергии денег. То есть полюбить, не знаю, полюбите себя, полюбите свое дело, полюбите те цели, которым вы идете, полюбите каждый шаг своего развития, ну, и тогда, я думаю, все будет откликаться в положительной форме и в динамике денежных средств, в росте. А вот если так посмотреть, у человека, как будто бы у многих людей, существуют некие барьеры в голове по поводу отношений с деньгами, да, что деньги как будто бы недоступны. Как вы вот исследовали деньги столько лет уже, можете вы сформулировать, какие вот самые частые, такие самые распространенные барьеры, которые не пускают людей к какому-то большему финансовому благополучию? Очень хороший вопрос. Знаете, у нас это в системе, в системе финансовой целостности, это авторская программа, в которой заложены вот эти понятия, мы их определили как финансовые потолки. То есть это тогда, когда человек застрял на определенном этапе, да, и не может перепрыгнуть с одной денежной суммы заработка, например, или дохода. Это касается и личных финансов, это касается и бизнеса. И вот эти ограничители, они стоят на наше, мы так видим, да, есть некие блоки сознания, либо это сценарии сознания, которые заложены нам в том числе и родителями, в том числе и социумом, и мы приобретаем за счет каких-то страхов определенные блоки. Безусловно, это есть, но только сам человек, распознав это, поняв, да, то, что есть какая-то проблема, есть какой-то, ну, я называю это слово, простите, затык, да, то есть нету пути дальше, вроде хочу, но остановился. То есть здесь за счет собственного анализа вот этой точки А, да, то есть точки, когда мы не растем, только благодаря вот этому определению можно идти и двигаться дальше. На самом деле нет ничего сложного, когда мы живем в осознанности, и когда мы понимаем, что, блин, ну вот какой-то момент времени мы застряли. Бывает же годами люди вот в потолок упираются и не могут травиться. Да, опять же, сейчас очень модно говорить о целях и целеполагании, и вот когда мы касаемся этой темы, то есть всегда нужно задавать себе вопрос, действительно, сегодня текущая ситуация финансовая устраивает меня, она да или нет, что я могу сделать для того, чтобы она меня стала устраивать, и подойти к себе, ну так со взрослой такой позиции, да, взрослого человека, что если у меня есть затык, мне нужно развиваться. И вот в мире, на сегодняшний день, в мире технологий, в мире возможностей, да, в мире интеллектуального капитала, который можно формировать для того, чтобы убирать эти потолки и двигаться дальше, и расширять свое сознание. Сюда же относится горизонт планирования. Я тоже об этом хочу сказать, что зачастую с людьми, с которыми я общаюсь, горизонт планирования, то есть насколько мы смотрим вдаль, да, касаемо финансовых каких-то возможностей, горизонт планирования зачастую это 5-7 лет. Почему-то дальше человек не видит ни себя, ни свое будущее, ни будущее, например, своих детей, то есть в основном смотрим вот так вот перед носом. Мне бы тоже хотелось сказать о том, что планируйте, смотрите дальше, 15 лет – это ваша жизнь, и одна из моих излюбленных фраз, что будет, говорят в экономике России через 15 лет. Я говорю, я 100% знаю, что через 15 лет каждый из нас будет старше. Хоть одна гарантия есть. Да, 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 не молодеем, да, и, пожалуйста, вот на сегодняшний момент, для того, чтобы расширить эти горизонты, вот, да, про что вы говорите, потолки, ну, смотрите чуть-чуть шире. А можете какой-нибудь пример привести, вот этот потолок, да, там, например, как вот он приходит из, например, семейной истории, как он формируется, из каких идей, из каких практик, то есть как это пощупать можно? Ну, на самом деле это же просто, что такое потолок? Это сумма, в которую вы упираетесь на протяжении, например, 3-х лет, то есть в течение 3-х лет, если у вас не меняется сумма заработка, но уже давно нужно понять, да, что что-то нужно делать. Ты знаете, есть хорошая фраза, не помню, к сожалению, кто, сказали так, как только вы устроились на ту работу, которая вас устраивает в сегодняшний момент, ищите новую работу для того, чтобы повысить свой доход. Ну, как бы, да, вот в движении всегда мозг должен находить лучшие варианты вашего заработка. Если мы говорим про семейный бюджет, к моему большому удивлению, много людей в России, в Барнауле, в том числе, в Алтайском крае, там, да, не ведут вообще его. И слово семейный бюджет, а для меня это некие ценности, это определенные традиции, это тогда, когда дети с родителями вместе садятся, смотрят пассивы, активы, доходы, расходы, и отсюда выстраивается целая карта, как двигается семья, да, вместе, сообща. К сожалению, у нас зачастую бывает, мама ведет сама бюджет, там, папа, не участвую в этом, да, хорошо, если родители ведут совместный бюджет, да. И вот здесь ограничения, конечно же, безусловно, есть, потому что, ну, договариваться надо. В семьях нужно разговаривать о деньгах. А вот некоторые исследователи вписывают в семейный бюджет, в семейный расход, вот, неоплачиваемый труд. Например, там, женщины что делают, там, посуду помыть, ребенка в садик отвезти, там, и там еще 300 пунктов, вот. Это все входит в семейный бюджет? Является ли это какой-то его частью? Или это не входит? Как мужчина? Слушайте, ну, интересно, конечно, я бы была за, если бы, наверное, муж платил своей жене за то, что она стирает или готовит, то есть дополнительную плату. Ну, как правило, это же какая? Ну, это же складчина, да, то есть мужчина зарабатывает, денежные средства приносит в дом, жена зарабатывает. Ну, здесь нужно понимать, кто основной кормилец, посмотреть в процентном соотношении, как это все выглядит. И большинство, даже вопросов, наверное, не проблем, не хочу это слово здесь применять, вопросов связано с тем, что люди не знают, сколько они вообще тратят. И денежные средства, которые к ним приходят, например, в виде возврата, там, 13% ВДФЛ, либо это кэшбэк, да, по картам, они, это деньги свободные, они всегда не учтены. И поэтому уходят сквозь пальцы? Сквозь пальцы, да, да. То, что, знаете, очень хорошая фраза, запомнилась мне лет, наверное, 7 назад, вот слово «нищета» от слова «нет счета». То есть, когда мы не считаем, то тогда, к сожалению, мы не управляем тем, что у нас есть. И в любом бизнесе мы знаем, что есть люди, которые называются бухгалтера, и есть системы, которые, да, подсчитывают, CRM-системы, там, 1С-бухгалтерия. Это тогда, когда бизнес виден в цифрах. В семейном бюджете то же самое. Если мы хотим видеть деньги, то мы должны их начинать считать. Вот вы еще вначале так интересно сказали, мне так срезонировало, что женщина, как-то вот сказали, что должна уметь там считать, вот это вот сказали, что вот это какой-то… Знаете, есть же стереотипы о том, что папа работает, а мама красивая. И сейчас много есть каких-то бизнес-тренеров, которые обучают деньги по-женски. Вот такие вот вещи. Что касается гендера, является ли вот у женщин, есть ли какие-то потолки специфичные, именно женские? Такой, да, глубокий вопрос. Знаете здесь больше про что? Деньги по-женски – это немножко другая энергия зарабатывания денег. Это когда женщина делается не потому, что надо, а потому, что это в удовольствие, да? То есть изначально было бы здорово, если бы любая женщина реализовывала себя вот по сути, да, по своей аутентичности, куда, в ту сторону, в которую она хочет, и где лежит, куда лежит ее душа. Ведь есть женщины, которые прекрасно справляются с домашним хозяйством, получают удовольствие, воспитывая детей. И здесь немножко не про деньги, здесь про ту амплитуду чувств, эмоций, которую она дает своему мужчину, окрыляя его, и он приносит в дом благо, да? То есть такое взаимодействие. Но на сегодняшний день много женщин, которые хотят быть реализованы, которые хотят зарабатывать, которые хотят по карьерной лестнице двигаться, либо, да, в свой бизнес уходят, потому что на тренингах у нас 80% – это женщин. И это, конечно, приятно, что девочки сейчас не только прокачивают женские энергии, хотя это тоже важно быть женщиной, но есть категория женщины, я, может быть, даже к этой категории женщины отношусь, несмотря на то, что у меня трое ребятишек. Да, я за то, чтобы женщина развивалась, и если ее история – это давать людям, например, ценности, либо информационную какую-то ценность, либо это, не знаю, достаточно успешные женщины в разных областях бизнеса, то здесь немножечко, немного энергия, она другая, да, а она про что? Она про деньги как удовольствие все же. Ну, в любом случае, когда мы разговариваем с женщиной бизнеса, у которой большой бизнес, который уже отлаженный, например, и большой опыт в мужском бизнесе, то есть женщины в мужском бизнесе себя довольно комфортно чувствуют, и это все равно женщины, которые считают, это все равно женщины, которые имеют четкое понимание уходящих потоков денежных средств, да, то есть вот этих всех математических моментов, которые, безусловно, помогают управлять деньгами. Еще один из потолков таких, мне кажется, тоже стереотипных, особенно в нашей культуре, потому что мы воспитаны на сказках таких, что богатые люди не очень. И вот интересно, как вот встречаетесь ли вы с такими убеждениями, с такими потолками, что вот если я разбогатею, там, я испорчусь, или там, вот, что-то такое плохое со мной случится, там, нехорошим человеком. В практике это вот реально такое? Да, 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 есть, конечно, и сейчас про это тоже говорят многие психологи, потому что финансовое благополучие корнями, да, уходит в детство, сейчас же это очень модно, да, мы родом все из детства, надо проработать психологические детские травмы и так далее. То есть вот эти сценарии, они, безусловно, переходят от родителей, навязаны социумом и внутренними своими страхами. И есть такой, есть такой стереотип, что если богатый человек, то он там не очень хороший. Но, как правило, это говорят люди, которые не имеют этого богатства. Если мы уйдем в историю слова богатый человек, также в слово богатырь, очень интересно, посмотрите, да, богатый это от слова бог, то есть есть бог внутри, бог это любовь, это проявление любви к окружающему миру, это про ту энергию, про которую мы говорим, да, с вами. Богатырь, да? Да. Да, что-то такое большое, богатство, это вот оттуда. Люди, у которых есть деньги, они стараются двигаться вперед. Это знаете как, я точно знаю, что это будет, и я к этому приду. Люди, у которых недостаток в деньгах, большая часть смысловых, таких, скажем, идей, это то, что сначала покажите мне, что я могу этого достичь. На раньше уже. Да, 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 и я тогда приду. Ну, то есть вот, если понятно, формулирую. Да, то есть получается, что богатые, они более рисковые, то есть они рискуют, без гарантии уходят в какой-то опыт, куда-то стремятся. Да, у нас называется это неопределенность, это идти вперед, да, не ждать подтверждения. И мы говорим о том, что выходите из зоны комфорта. Ну, изначально зона комфорта, она для всех по-разному. Кому-то 20 тысяч комфортно, кому-то 200 комфортно, кому-то 300 комфортно, да. И здесь очень важно понимание своего, сколько тебе нужно для того, чтобы тебе было комфортно. Туда же можно и в счастье уйти. Кому-то счастье – это иметь двоих детей, свою собственную квартиру, там, 70 квадратов, и чтобы никто не болел, и он будет счастлив, да. А кому-то счастье – это давать людям, это самореализовываться, это собирать стадионы, это быть интересным, полезным и оставить, так скажем, путь, ну, не путь даже, а оставить свои знания людям, детям. Ну, то есть по-разному же вот это вот слово «счастье». Также и вот здесь вот видение, видение и понимание того, что мне достаточно и хватит в денежном эквиваленте, оно, безусловно, зависит от каждого человека. Вот это про достаточно и про хватит, сейчас же тоже модная тема про повышение уровня нормы. Да, да. Расскажите, что это такое, это можно как-то практически использовать? Вот здесь вот перекликается сразу слово «норма», вот если мы говорим про «моё ощущение», да, «норма» — это кто-то придумал что-то, определенная рамочная система, в которую человек должен входить. Ну, как бы нормально — это не мой критерий. Вообще я не сужу людей по нормальному и ненормальному. Но если даже говорить про эту оценку, то ненормальные мне ближе. Ну, честно, я тоже ненормальный человек, потому что я не хочу входить в какие-то нормы определенные, да, которые придуманы кем-то. По поводу вот этих же потолков, да, я все равно упираюсь в горизонт планирования. То есть чем дальше вы смотрите, чем дальше я имею в виду по своей жизни. Не сегодня 3 года, не сегодня 5 лет, а направляйте фокус внимания там на 15, на 20 лет. И не бойтесь шагать вперед, потому что жизнь там, она тоже есть. Да, это важно. Хочется поговорить про детей немножко. Давайте. Какие современные теории, да, про это, со скольки лет нужно начинать с ребенком разговаривать про деньги в своей семье и как это сделать безопасно для семьи, скажем так? Очень классная тема. Последнее время это прям триггер для меня, который говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении, немножко приоткрою занавес, да, я планирую открыть школу финансовой грамотности в городе Барнауле именно для ребятишек, потому что есть большой запрос от родителей. Сейчас финансовая грамотность введена в школы. Но, к сожалению, или там, надеюсь, не к сожалению, все у нас двигается и в лучшем направлении, преподаватели берут это как дополнительные уроки, не имея, в принципе, не опыта как бизнесменов, как и опытом введения собственных семейных бюджетов, там, оптимизации, капитализации и так далее. Но хотелось бы давать детям качественное образование в этой сфере. У меня у самой трое ребятишек, это 7, 12 и 21 год. И мне, как маме, очень интересно наблюдать за динамикой скорости роста мышления детей. То есть, если дочка 7-летняя сейчас опережает какие-то моменты, когда ты смотришь на 12-летнего ребенка, потому что они рождены с гаджетами в руках. И, безусловно, вопрос денежной составляющей благополучия зависит в том числе и от родителей. На мой взгляд, с 7 лет будет уже достаточно. Достаточный возраст, когда ребенку уже спокойно можно объяснять, даже не в виде игры. В виде игры можно с 4 лет объяснять, что такое деньги, для чего они нужны, каким образом можно здесь работать, открывать книжки. Сейчас это в интернете тоже все есть. Литература, безусловно. Важно, знаете, такое вот, так скажу, как дети легко воспринимают информацию про деньги. Все-таки про деньги мы считаем, что это взрослая история. Да, да, деньги и взрослые. Да, но сейчас достаточно мультфильмов, достаточно кинематографа, который показывает детям на их уровне взаимоотношения с деньгами. Не детей, а героев. И вот если вы сядете, посмотрите Гарри Поттер, например, с точки зрения финансиста, с точки зрения, как ребенку здесь преподнести финансовую грамотность, там достаточно много интересных моментов, касаемых банковских ячеек, что такое деньги, что такое, когда мы их отдаем, когда мы получаем проценты. То есть, понимаете, да, даже тот же мультик, сейчас вам скажу, какой мультик, помните, простоквашина. Когда они шли клад закапывать. То есть, это же тоже про деньги. Там вообще, чтобы купить что-нибудь не нужно, нужно продать. Нет, чтобы продать что-нибудь не нужно, нужно купить что-нибудь не нужно. Многие знают книжку «Богатый папа, бедный папа», но наверняка в мире образования по финансам, по личным, есть уже много других хороших книг. Можете что-то порекомендовать небанальное? Да, как раз на эту тему у меня есть чек-лист. Это подборка хорошей, качественной литературы, которая даст новые направления в сфере финансов и как раз расширит горизонт планирования, про который мы говорили. Я вам ее подарю. Ура, спасибо. Подборку. Я думаю, зрители будут очень благодарны. Давайте поговорим немножко про тех, у кого сложности с аплодисментами, про тех, у кого, допустим, долги. У нас же тоже один из самых загредитовных, в том числе регионов. Исследуя деньги, как вы смотрите на мышление людей, которые накапливают не инвестиции, а именно должностные обязательства? Что в голове, да, в какое мышление, какие ошибки мышления порождают вот эти долговые ямы, кредиты и вот это вот все? Я сейчас скажу свое мнение. Да, я считаю, что большинство людей, которые заходят в кредитные обязательства, это в большей степени социальная среда, которая формирует вот это, так скажем, отношение потребительское к человеку. Живи здесь и сейчас, живи одним днем. Смотрите, очень легко можно найти рекламу любого банка, который даст вам кредит на ваши нужды. Если вы хотите, не останавливайте свои хотелки. То есть не думайте, не планируйте, живите здесь и сейчас. Идите ко мне, я банк, я вам дам деньги под процент, да? Но это же легко, это же просто. И мы зачастую ведемся вот на этот, ну так скажем, не скажу, что прессинг, но тем не менее, ведь никто из телеведущих не говорит о том, что, ребята, давайте начнем считать, а давайте начнем копить, а давайте посмотрим, конечно, давайте посмотрим, ваши цели это или не ваши, ну так вот в глубину сознания, да? Все лежит на поверхности, поэтому есть определенная привычка людей, которые заходят в долговые обязательства, это же быстро, хотя сам по себе кредит, это просто как один из инструментов, нету хороший кредит там или плохой кредит. Если ты умеешь грамотно управлять деньгами, то и кредитные карты, ты на них можешь тоже зарабатывать, и они будут в плюс твоему бюджету. Но, к сожалению, нету дисциплину, нету понимания, есть вот эта эмоциональная составляющая, да, хочу здесь и сейчас, и неважно за какой процент, просто хочу. Вот здесь это тоже сценарий определенный, мы с ними работаем, с этими сценариями, за счет того, что понимание вот этого факта, что вы завязаны на кредитных деньгах, понимаем, ведь вначале же человек отрицает, он говорит, ну что я... Да, да, ну, да, да, есть такое понимание, что деньги это тоже определенный наркотик. Интересно. Да, чем больше, тем больше хочется, чем меньше, тем тоже хочется. Вот, но вопрос-то в другом, вопрос в том, как выйти безболезненно с кредитов. И это достаточно частая практика, когда мы просто смотрим на всю историю закредитованности человека и в кратчайшие сроки, меняя определенные действия на эмоциональном уровне, да, эмоция, действия, результат, нужно просто изменить это, и тогда легко выйти из долговых обязательств. И реальное мышление меняется, люди потом обратно не скатываются? Вы знаете, вот по поводу мышления многие считают, что невозможно поменять человека. Но, опять же, определенные действия касаемо, ну, давайте, денег или касаемо каких-то привычек, они связаны с тем, что у нас есть эмоция, потом у нас есть действие, а потом у нас есть и результат. Вот такая завязка, грубо, да, если поменять изначально эмоциональный твой посыл к тому или иному действию, который ты сделаешь, то, безусловно, поменяется и результат. И когда ты осознанно, то есть, когда ты видишь, что вот эти действия всегда приводят тебя к кредитной нагрузке, да, то нужно просто поменять эмоциональный ряд, поменять действия и поменять тогда и результат. Вот сложно по поводу, знаете, в общем сказать, что это меняется человек и меняется мышление, но если мы хотим уйти от долгов, просто не знаем, как идти к тому специалисту, который вас за ручку выведет из этого, ну, не болота, но, так скажем, сложная ситуация, которая приводит постоянно к кредитам. Ну, вот я согласна. Мне кажется, вот эти темы с банкротством, ну, что не работают, что, да, ты можешь тактически закрыть это, но потом же это все вернется обратно, если не поработать именно с эмоцией, с поведением. Да, да, совершенно верно. Ну, то есть это та же яма, в которую вы будете постоянно попадать. Еще хочу один вопрос спросить, вот как финансиста вам, про мошенников, то есть как вот вы смотрите на все эти вот мошеннические схемы, то есть это же тоже психологический вопрос, да, как мы говорим, горизонт планирования, да, я сейчас получу 200% доходности, какой-то пирамиды, да, а что будет потом, я не знаю, я просто вовремя выйду. Хочется вот взгляд ваш на вот эти мошеннические схемы, как быстро понять, что... Инвестиционный подвох, как понять? Ну, как только вам говорят 200% доходности, это сразу красный сигнал светофора. Да, есть люди, которые осознанно заходят в финансовые пирамиды, и эта модель, она работает достаточно давно, модель финансовых пирамид. Я бы не рисковала. На самом деле финансовых мошенников их сразу легко распознать, когда вам обещают много, при этом не подтверждают это документально, ведь у нас даже нет привычки. Давайте вот просто по-честному. Если сейчас люди, которые нас смотрят, и у которых есть ипотеки, как у меня есть просто такая шутка, откроют 23-ю страницу своего ипотечного договора, и со второй строки сверху, второй абзац, вторая строка будет написана «В случае неуплаты ипотечного взноса, там взноса, да, левая почка будет принадлежать банку». Я на семинарах эту шутку говорю, но вы увидели бы глаза людей, у которых есть ипотеки. И да, следующий вопрос, «Очитаем ли мы то, что нам дают?» Так вот, немного халатно относимся изначально к тому, куда бы мы денежные средства свои пристроили, я так на это называю. Вот если детей мы, когда отводим, например, в школу, мы читаем, что за школа, какой преподаватель, мы подходим как-то более осознанно к тому, кто будет являться преподавателем нашего ребенка, какие знания он дает, то почему-то к деньгам мы относимся немного халатно. То есть нам лишь бы их куда-нибудь, но мне пообещали, а что пообещали, где документы, какая, ну, там, элементарная гарантия надежности компании посмотреть, отзывы почитать, посмотреть, где, каким образом развивалась компания, либо какая лицензия. Ну, да, вот эти абсолютно простые вопросы, с которыми может справиться любой обыватель, но мы игнорируем это и свои денежки относим туда, где нам обещают много. Это, опять же, мультик про Буратину, помните? Возьми монетку, туда фэкс-фэкс-трэкс, полей и вырастет у тебя дерево с золотыми монетами. Это тоже про это, вот очень хорошее кино-мультик, которое вы можете детям показать на примере мошеннических действий, когда обманула кот Базилио, помните, да? Ну, доверяете людям, конечно, но, тем не менее, есть какие-то документы, которые нужно знать, где посмотреть и как изучить компанию, в которую вы хотите доверить. Мы еще часто предлагаем нашим экспертам посоветовать что-нибудь зрителям такое практическое. То есть вот есть я, вот есть мои деньги, да, что я могу прямо сейчас сделать, чтобы изменить в лучшую сторону свои отношения с деньгами. Хороший вопрос. Это еще на целую одну передачу. Да, просто нету такого, знаете, волшебного пенделя или волшебной таблетки для того, чтобы человек понял, что вот-вот с деньгами я хочу, чтобы это было по-другому и так далее. Вот здесь вот мне бы просто хотелось, знаете, про что? Цели. Напишите просто, выпишите цели, которые вы хотите в ближайшее время добиться, например, да, это финансовая какая-то цель. Если мы про деньги сегодня говорим, пусть она будет заезженная фраза, краткосрочная, среднесрочная либо долгосрочная. Оцифруйте ее, то есть к какому времени точно вы хотите к этой цели прийти. Почувствуйте, ваша эта цель или не ваша, или вам не нужна новая машина, или вам не нужны новые сапоги. Да, но более адекватно подойдите к этому. И дальше есть инструменты, которыми вы можете достичь этих целей. Ну, сядьте, рассчитайте, сколько вам нужно зарабатывать на сегодняшний день, сколько у вас должна быть положительная дельта, откуда вы возьмете эти денежные средства для того, чтобы прийти к этой краткосрочной цели. На самом деле же, ну вот все просто, да? Звучит очень просто. да. Единственный, сразу скажу, момент, который страшит многих людей, они не считают. Это та открытая информация, то есть, когда мы смотрим, цель у нас, например, купить БМВ, которая стоит там 5,5 миллионов, а по факту доходность у нас там 70 тысяч рублей. И мы понимаем, что этой цели мы не достигнем, но живя в иллюзорном мире, как Балиновская, пишем желания и надеемся, за счет кого-то, там или Вселенной, что эти деньги придут. Ну, более, так скажем, реалистичнее подходить к своим целям, своим желаниям и обращайтесь к специалистам, которые смогут открыть глаза на ваши же, так скажем, вопросы, касаемые денег. Еще хочется, знаете, вопрос спросить, потому что, ну вот, люди, которые не в финансовой сфере не очень компетентны, да, вот, например, я как простой обыватель, я же даже не могу себе представить, какие инструменты сейчас существуют вообще для того, чтобы деньги работали на тебя, да, как говорится. А можете коротко рассказать, то есть вообще, ну, как бы, какие сейчас в современном мире диджитализированном, банковски прокачанном вот этом всем есть вообще в принципе? Всегда подбор любого инструмента начинается опять же с того, для чего мы его подбираем. Для каждого человека есть важный, важный момент, откуда я буду формировать этот капитал. То есть про инструменты, если мы говорим, то на слуху, безусловно, у всех инвестиций сейчас, да, я хочу инвестировать. На самом деле, если мы с вами не профессиональные инвесторы, на котором, на рынке, где мы можем зарабатывать денежные средства, то есть для меня инвестиционный подход, это все-таки один из самых последних подходов тогда, когда я рекомендую в инвестициях зарабатывать. Ну, вот так вот, это лично мое мнение, да, я каким образом вижу, например, динамику финансовой целостности, изначально это разобраться в бюджете, затем это оптимизировать за счет получения свободных денег, то есть это положительные дельты, доходы минус расходы, но все очень просто, положительную дельту тогда вы обращаете в некий капитал, например, это резервный фонд, есть неплохие сейчас банковские продукты. То есть подушку безопасности можете положить? Совершенно верно. Да, чтобы она работала, но в то же время, чтобы она работала таким образом, безболезненно и быстро оттуда деньги вы могли на непредвиденную ситуацию все-таки забрать, да. Тут тоже сумма, у меня спрашивают, Татьяну, как вот вы считаете по суммам? Если говорить про мировых экспертов в сфере финансов, то, безусловно, они там говорят 3-5 достаточно бюджетов, которые сформированы, лежат в виде подушки безопасности. 5-месячных? Да, 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 да. На мой взгляд, в России это от 8 до 10, но не совсем на депозите, хотя сейчас ставка депозитная растет на депозит, денежные средства можно и там хранить, но, например, можно также облигации федерального займа приобрести. Ну, подходить нужно, для чего человек это делает, то есть подходить непосредственно к целям и к срокам формирования, опять же, той же подушки либо какого-то инвестиционного капитала, да. После, какие еще инструменты вы говорите, да, сейчас очень модное направление, ну, ну, и было всегда в принципе недвижимость, опять мы выйдем динамику рынка недвижимости, мы смотрим, как он растет, как он двигается, в каком направлении. Можно использовать этот один из инструментов как диверсификацию денежного портфеля. То же самое есть такой продукт банковский, например, индивидуальный инвестиционный счет. Нужно разобраться, насколько он вам подходит, для каких целей, опять же, он, да, для того, чтобы просчитать свои риски, действительно ли он для вас будет оптимизирован и идеален, да, то есть оптимизация у меня от слова оптимист это лучший вариант для себя, вот, да, да. И также есть один из инструментов, который на сегодняшний день как-то он закрыт и недооценен, это накопительное инвестиционное страхование жизни, потому что слово страхование у всех людей просто волосы дыбом, на самом деле 12 лет, 12-17 лет он на рынке уже России, и если смотреть в динамике, то это развивающийся бизнес, который гарантирует определенную доходность, но как минимум это 13% возврат подоходного налога те, кто, люди, кто работает, пользуются этим инструментом. Бизнес это же тоже инструмент. Ну, и, да, то есть вот касаемо инструментов зарабатывания денежных средств можно говорить долго и бесконечно все зависит от того, какая цель преследуется для того, чтобы денежные средства росли. Если это капитал, это длинные плечи, длинные плечи, то есть по времени, да, на какой срок нам нужен этот капитал, если это формирование финансовой подушки, это один инструмент, если это формирование детям на обучение, это другой инструмент, но опять же мы говорим про диверсификацию портфеля, это, то есть везде понемножку, да, яйца в разных корзинах. Не нужно сложные какие-то в какие-то пока входить там вещи инвестиционные, нужно просто элементарно разобраться со своими желаниями, со своими целями и со своим бюджетом. В своем кошельке изначально нужно просто навести порядок. Это важная мысль. Спасибо большое, Татьяна, за классный, полезный разговор. Тема следующей нашей встречи будет «Измены». Субтитры сделал DimaTorzok